хорошо если было так как пропели сейчас у меня сразу вспомнился псалом милость твоя лучше нежели такие глубокие слова и это невозможно сказать если ты это не понял если и сердцем не понял представьте милость божия лучше чем жизнь ну кто не любит жизнь то не любит жизнь жизнь мы любим жизнь человек который понимает что если в этой жизни нет милости божьей то к чему это жизнь жизнь в которой нет милости божьей в которой нет бога который нет прощения который нет мира от бога который нет света от бога чему это жизнь без цели и значения человек который это понял сказал милость твоя лучше чем жизнь я продолжаю размышлять о времени в котором мы живем я понимаю что это время бог испытывает нас по многим многим параметрам наше сердце проверяет он испытывает нас на внутреннем нашем уровне на сердечном отношении нашим к нему и я понимаю что не искренние молитвы не эмоциональные молитвы не слезы это не показатель нашей любви к богу некоторые очень эмоционально молиться со слезами как то вот прямо думаешь ну есть действительно верующий человек скажу что это не показатель любви к богу на днях услышал такое интересное выражение это была проповедь я не слышал но я суть понял не передали назывался так искренность и истинность то есть можно быть очень искренним не быть в истине очень искренним быть человеком можно искренне заблуждаться понимаете искренне заблуждаться искренность это не показатель нам нужна истина из друзей христос говорит в духе и в истине будут поклоняться отцу в духе и в истине и вот один из параметров таких хотел сегодня буквально немножко затронуть бог испытывает бог проверяет сегодня чем я движу что движет меня за богом нужда меня движут за ним проблема меня движут к богу или что это больше чем просто нужда или же любовь меня движется полка это немножко это не то что немножко это совершенно разные мотивы хотел прочитать одну историю говорят истории не надо говорить одно повествование из книги и время 34 глава это было уже непростое время когда на выхода нос уже осаждал идею иерсалим уже пришло это время наказания которые которые возвещали пророки и время в том числе 304 глава слова которого которое было к ирине от господа после того как царь седекия заключил завет со всем народом бывшим в иерусалиме чтобы объявить свободу чтобы каждый отпустил на волю раба с раба свою евреи и еврея чтобы никто из них не держал правстве иудея правда своего и послушались все князья и весь народ которые вступили в завет чтобы отпустить каждого раба своего и каждому рабу свою на волю чтобы не держать их треть в рабах и послушались и отпустили но после того раздумав стали брать назад рабов и рабынь которых отпустили на волю и принудили быть рабами и рабынями и было слово господника и ремьер господа так говорит господь бог израиль я заключил завет с отцами вашими когда выйду их из земли египетских из дома рабства и сказал конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея который продал себя тебе пусть он работает тебе шесть лет а потом отпусти его от себя на волю но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего вы ныне обратились и поступили справедливо предачами моими объявив каждую свободу ближнему своему и заключили предо мной завет в доме над которым наречено имя моё но потом раздумали и обесславили имя моё и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою которую отпустили на волю куда душе их угодно и принуждайте быть у вас рабами и рабами поэтому так говорит господь вы не послушались меня в том чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему зато вот я говорит господь объявляя вам свободу подвергнуться мечу моровой язве и голоду и отдам вас на озлобление во все царства земли и отдам приступивших завет мы не устоявших словах завета которые они заключили пред лицом моим рассекший тельца надбоя и пройдя между рассеченными частями его князей иудейских и князей иерусалимских и евнуков и священников и весь народ земли проходивший между рассеченными частями тельца отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным и сидеть и царя иудейского и князей его отдам в руки врагов их и в руки ищущих души их и в руки войска царя вавилонского которое отступило от вас вот я дам повеление говорит господь и возвращу их к этому городу и они нападут на него и возьмут его и сожгут его огнем и города иудеи сделают пустыми необитаемые немножко предыстория ну то что было такое повеление вы знаете что кто не мог возвратить долги тот в рабство шоу и 6 лет должен был работать а седьмой год год юбилейный год свободы нужно было отпускать конечно это заповедь давно забыли и никто ее не соблюдал они взяли рабов и они служили им чуть ли не до смерти и это было серьезное преступление в глазах бога это ваши ближние это братья так нельзя было поступать вы приступаете потому что я вывел вас из рабства а вы не отпускаете их вот но что побудило их к этому шагу когда царь вавилонский обложил уже иерусалим город и все понимали что это конец очень серьезная проблема очень серьезная беда иеремия провозглашает бог говорит отпустите своих ближних своих рабов которых вы не отпускаете вы нарушаете мои заповедь отпустите послушайтесь меня говорит бог а у них серьезная проблема на выхода ностров приступил грозит 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 разрушение опустошение смерть и они реально были в страхе и вот этот страх за свою собственную жизнь они заключают завет с богом они поступают правильно они послушались голоса бога и они опустили своих рабов которых удерживали не один год и после этого бог бог управляет сердцами царей войсками бог управляет бог дает поведение какое-то нам уходоносов и он уходит от этого города отступает проблема ушла и вот эти люди князья иудейские увидев что проблема ушла проблема закончилась беда отступила что они делают они говорят слушай а чё это мы их отпустили кто будет работать теперь на нас теперь оказывается мы сами должны работать засучить рукава не так не пойдет и что они делают они возвращают своих братьев своих ближних берут их назад и снова делают их рабами понимаете да бог объявляет им через иеремию вы ужасные сотворили вы хорошо сделали говорит господь когда послушались но вы сделали ужасное когда снова нарушили друзья это понимаете это очень серьезный и сильный прообраз нас с вами наших душ наших сердец и вообще человека в целом когда приступает беда в нашу жизнь я еще раз повторю мои мысли сегодня сказать какой мотив что движет меня за боком нужда меня движет быть послушным богу проблема угроза жизни движет меня быть послушным богу служить богу быть в церкви или меня движет любовь богу вот у этих людей у них явно не было любви к богу поступить и послушаться голосу бога у них был только один мотив им угрожала беда и они были в страхе и когда если мы вспоминаем когда народ стоял при горе когда бог заключал завет со своим народом им было реально страшно и они говорят пусть пусть не говорит с нами бог нам очень страшно и они сказали там такие слова все что скажет господь исполнил все послушаемся все только не говори к нам господи то есть чувство страта за собственную жизнь человека вынуждает говорить такие слова господи я все сделаю господи я все исполни господи я буду послушать тебе до смерти ну как только уходит чувство страха как только проходит проблема как только душа немножко приходит в себя она возвращается в свое прежнее состояние а может быть я потравился а может быть я был очень обометчив а может быть я очень скоро на слова был а что я там пообещал слушаться богу во всем но это же не выгодно это же не выгодно так подумали князья и стали возвращать себе этих рабов друзья братья и сестры очевидно что многих людей у многих людей может быть неправильно говорить у многих у некоторых движущий мотив к богу всегда является проблемой пока есть проблема он в церкви когда есть проблема он плачет пока есть проблема пока есть угрозы пока есть какое-то напряжение в жизни он готов все пообещать он готов смиряться он готов встречаться с пастором молиться церковь ходить пока его сжмет понимаете как только его отпускает его как ветром сдуло его нету он холодный до него не дозвонишься он недоступен он какой-то не знаю агрессивный становится ну его нет как только его прижимает опять он опять появляется на горизонте вот этот мотив он неверный и сегодня ну бог допускает глобальные катастрофы глобальные переживания которые ну практически всех касается людей и это выявляет что он что когда появляется проблема что это со мной я просыпаюсь меня это начинает двигать в сторону бога и это хорошо проблема помогает нам проснуться проблема помогает нам «стрипенутся» от сна как-то но когда кончается проблема когда уходит напряжение когда снимает вот этот вот кризис какой-то остается ли это внутреннее движение к Богу или все возвращается в прежнее русло рутину какую-то, когда нет огня, когда нет движения в сторону Бога, когда нет вот этой посвященности. Почему-то посвященность изникает только тогда, когда мне страшно, когда меня жмет, придавливает, я готов все пообещать и служить Богу до конца дней. И вот сегодня время, когда нужно проверить. Христос говорит, когда я приду на землю, найду ли веру на земле? Не просто искренность и слезливость порой, и эмоциональность, найду ли веру на земле? Найду ли сердце любящее? Найду ли людей, которые движутся за мною не в период кризиса и не в период каких-то страпов, которые движутся за мной с постоянством, потому что сердце горит не страхом, а любовью? Господь сказал однажды так. Если любите меня, помните, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Вот истинный мотив движения за Богом, если любишь меня. Когда он спрашивает апостола Петра после его отречения, три раза он спрашивает, Петр, любишь ли ты меня? Что движет тебя, Петр? Что двигало тебя тогда? Ты был искренним. Тогда ты был искренним. Да, ты любил меня, ты искренне любил меня, но ты не знал себя. Угроза жизни, твоей личной жизни, все перевернула, ты отрекся от меня. Христос три раза спрашивает, а теперь, Петр, любишь ли ты меня? Что теперь тебя двигает за мной? И когда третий раз он его спросил, Петр говорит, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Друзья, когда нет любви к Богу, вы знаете, как это чувствуется по человеку? Когда у него, его сердце недвижимо к Богу любовью, и он двигается по какой-то инерции, может быть, по привычке он двигается, по сложным обстоятельствам, может он двигается, ну, вынуждает его сложные обстоятельства быть в церкви. Это очень чувствуется. В этом человеке нет огня. В нем нет дыхания жизни. С ним говоришь, а его мысли не пусты. Его разговоры, они очень какие-то тусклые, очень обремененные. В нем нет вот этого дыхания жизни, потому что в нем нет любви к Богу. И об этой любви мне хотелось прочитать, как ее описывает как Библия говорит о любви к Богу. Какая она. Книга «Песня песней» 8 глава 6 стиха прочитаем. Положи меня, как печать на сердце твое, и как перстень на руку твою. И вот я, когда читаю эти стола, сейчас я прочитаю. Братья и сестры, мне хочется, чтобы мы заглянули в свое сердце. У меня такое сердце к Богу. У меня такое сердце. Или мое сердце, как пластилин какой-то. Как что-то аморфное, непонятное. Сердце к Богу должно быть конкретное. Смотрите, как Бог прописывает. Как Бог дает нам описание. Ибо крепка, как смерть, любовь. Оно не что-то вялое, непонятное. Крепка, как смерть, любовь. Люто, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные. Она пламень весьма сильный. Это не какой-то тлеющий уголек, любовь к Богу. Это не то, что возникает, когда тебя придавило, прижало, и ты вдруг стал молиться. Она пламень весьма сильный. Любовь к Богу. Загляните в свое сердце, братья и сестры. Что там? Там есть пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви. И реки не зальют ее большие воды. Иногда маленький ручеек какой-то проблем тушит любовь. Немножко тебя обидели. Немножко брызнуло что-то, да, на твой огонек. И он потушен. И больше никто не нужен. И Бог не нужен, и церковь не нужна, и все плохие. Большие воды не могут потушить любви, если там любовь. Реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Ее ни на что не променяешь. Если любовь к Богу есть, ее ни на что не променяет человек. Потому что он любит Бога. Потому что Бог для него все. Потому что милость от Бога для него, для этого человека, лучше, чем жизнь. И он не готов променять Бога ни на что. Был бы отвергнут с презрением, кто давал бы за любовь к Богу все богатства дома. Братья и сестры. Проблемы приходят и уходят. Напряжение возникает и снимается. Скорбик посещает и приходит утешение. Очень важно проверить себя. Чем я движусь. Есть ли ко мне вот этот огонь, который горит всегда, неважно, есть ли проблема или нет проблем. Есть ли во мне эта ревность к Богу. Господь придет за ожидающими его. Господь придет за теми, чьи сердце говорит. Господи, гряди. Господи, я хочу быть с тобой. Господи, мой дом на небесах. Господи, я жду тебя. Сегодня время проверять. Пусть нас Бог благословит в этом. Я еще раз говорю, что я воспринимаю время, в котором мы живем, как величайшая милость Божия. В том, чтобы проверить, исправиться, приготовиться. Это милость Божия. Пусть Бог нас всех благословит, друзья. Господь умер за нас, не по принуждению. Господь умер за нас, не просто скрипя зубами. Господь умер за нас, положит душу свою за нас. И это была любовь Его. И если один умер за всех, то все умерли. И любовь Христова объемлет нас, рассуждающих, так. Пусть в наших сердцах. Зажгется вот этот огонь. Вы знаете, тогда, приходя в церковь, мы будем чувствовать, что здесь не что-то по принуждению совершается. Что людей сюда не просто привезли и увезли. А если бы их не привезли, им даже желания нет никакого сюда идти или ехать. Когда будет любовь к Богу, люди будут стремиться в церковь. Людям будет хотеться быть в церкви. Людям будет хотеться быть вместе. Когда будет любовь к Богу. Когда огонь будет гореть. И Его ничто не попрошит. Пусть нас Бог благословит. Аминь. 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 Спасибо.